Девушки отдыхают Дисплей, угол раскрытия крышки, кстати, тут не очень большой, хотя ее можно открыть одной рукой, но вот видите, до конца она не открывается Петля выглядит довольно прочной, хотя вот так вот перекрашивать, все-таки я бы ее не стал, она немножко шатается Но вот я, когда его носил туда-сюда, у меня не вызывало опасений, что как-то это может лопнуть и отвалиться механизм массивный Вот я еще как книжка сделала еще такой механизм раскрытия, выглядит красиво, но ограничивает этот самый угол раскрытия Корпус у нас в основном пластиковый, да что там говорят, считайте пластиковый Собран, в общем-то, неплохо, особенно нигде не скрипит, не люфтит, но тяжеленький, такой толстенький Собирает отпечатки пальцев, матовая поверхность на крышке, как вы можете видеть, вот у рабочей панели такой проблемы особенно нет Не прогибается, считай, для семнашки прогиба нет, толстая крышка здесь И посмотрим на порты и коммуникации, кстати, здесь большая часть из них расположена с задней стороны, имейте в виду По бокам здесь совсем мало всего интересного есть, только две USB-шки, а все интересное сзади, включая Thunderbolt 3, который тут тоже присутствует Толщина ноутбука 2,6 см, я померил, это с ножками, Dell заявляет меньше Управляется все через утилиту Alienwire Command Center, здесь можно смотреть мониторинг И здесь же есть вот две таких странных кнопки, одна температурой управляет, другая типа электропитанием И в каждом из этих разделов есть несколько режимов И причем они даже, можно сказать, пересекаются И тут высокопроизводительность, и тут сбалансированный, и там тихий, и не очень понятно, как это все между собой коррелирует Выставляем, например, тут производительность, здесь она слетает, выставим здесь производительность, здесь сбалансированность становится То есть вообще непонятно, как это работает, поэтому мы оставим вот здесь производительный режим А помимо него, с клавиатурой, отдельной кнопкой, можно включить совсем производительный режим под названием GameShift И тогда, типа, ноутбук станет еще более шумный и еще более мощный Тесты именно так и будем проводить Здесь у нас NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 гигабайтами видеопамяти и процессор Intel Core i7-10750H 6 ядер, базовая частота 2.6 ГГц И на все 6 ядер он должен бы разгоняться до 4.3 ГГц Ну а оперативки у нас 16 гигабайт в двухканальном режиме Посмотрим на результат Corona 1.3 бенчмарка Здесь мы видим 3.8 ГГц Ну, типа, окей 500 МГц не додали нам все-таки Посмотрим на реальные игры С левой стороны, это вот без включения кнопки турбо-режима А справа, если мы нажмем на турбо-режим и посмотрим, что у нас поменяется Как можно видеть слева Температуры, ну окей, 80 градусов Частоты вообще швах, если честно Справа, вот с этим турбо-режимом Температуры такие же, но частоты уже получше Хотя, как видите, никаких 4.3 ГГц здесь и близко нету В чем тут дело? Ну, посмотрим еще на Horizon Zero Dawn Здесь примерно такая же картина Ноутбук, когда вот запускаешь какую-то игру или тест Первые минуты 3 он будет держать 4.2 ГГц где-то так Но температуры у него будут под сотку И вот спустя эти минуты 3-4, там сложно замерить точное время Но по-разному бывает Он начинает опускать температуры и опускать частоту И вот то, что вы видите сейчас, у вас будет происходить во всех играх То есть, если вы делаете какой-то бенчмарк Вот поставили ноут и запустили бенчмарк Он вам вау покажет 4.2 ГГц Первые минуты 3 А вот если вы сядете играть, я специально прогревал эти машины До того, как записывать тесты То у вас будет картина вот такая И она довольно печальная Да, понятное дело, видюх тащит ФПС много Но охлаждение процессора здесь не фонтан Почему с правой стороны частоты выше, а температуры такие же? Потому что в режиме GameShift он еще сильнее раскручивает вентиляторы Это дает немножко холода И поэтому в этот температурный пакет То есть 80-85 градусов ему удается частоты напихать побольше Скажем так грубо Экран здесь 17,3 дюйма IPS 1920х1080 с матовым покрытием 300 нит яркость На глаз он ярче Я бы сказал 330 где-то Дисплей здесь яркий 144 ГГц 72% охват NTSC И примерно 90% sRGB То есть экран здесь действительно хороший Это плюс этого ноутбука Хороший углы обзора Хорошая цветопередача Он яркий, сочный Все с ним отлично Кстати, обратите внимание на цветную полосочку перед ноутбуком Это у него на передней грани светодиодная панель Она примерно там по 10-12 зонам расчерчена Можно каждый из них задавать свой цвет Радуги, переливания, что угодно можешь делать Ну, со временем, наверное, начнет раздражать Но повыпендриваться перед друзьями можно Спецификации матрицы, если кому интересно, у вас на экране Ну а мы перейдем к рабочей панели Вопреки многим обзорщикам, что я читал Не сильно греется-то у него передняя панель Кнопка включения Отдельная, отдельный цифровой блок И что интересно, здесь есть 4 программируемые клавиши Можно макроса своей забивать, что очень удобно в играх Клавиатура в целом неплохая Играть было удобно Небольшой прогиб есть вот здесь Но если сильно нажимает, во время игр мне это вообще никак не мешало Подсветка здесь по 4 зонам Не каждой кнопочке отдельно, а именно 4 зонам Ну и, естественно, всякие переливания Можно и другие фокусы здесь сделать Что интересно, у нее нету регуляции по яркости клавиатуры То есть только вкл или выкл А яркость можно менять только вот через Алиенвари Команд Центр Что не очень удобно Ну и вот этой кнопкой мы запускаем режим GameShip То есть Turbo Теперь донышко На донышке у нас большие вентиляционные отверстия для забора воздухопрорези Для динамиков, которые направлены вниз Отключим все винты и снимаем крышку Она немножко у меня застряла Но здесь она очень легко снимается на самом-то деле Внутри нас встречает жирненькая батареечка на 97 Вт часа Кино теперь в блюрейку Будем смотреть через VLC проигрывать Или он меньше кушает Короче, здесь получается около 8 часов Можно эти блюрейки смотреть Что очень много для игровой семнашки Дальше два слота оперативной памяти В нашем случае 16 гигабайт Dell заявляет максимум 32 можно установить Очень шустрый терабайтный SSD накопитель Реально шустрый, скорость отличный И можно поставить второй сюда PCI-Express накопитель Будет тогда их целых два Что тоже приятно Отличные динамики Редко это говорю, но здесь реально звук хороший для игрового ноута Даже сабвуфер здесь нет А звук все равно здесь очень годный и мощный Процессор, видеокарта, распаянный на материнке И дальше у нас система охлаждения Две теплотрубочки центральные идут на два вентилятора И еще одна дополнительная теплотрубочка идет от видеокарты И что здесь интересно У видеокарты у нас два радиатора Налево и назад выдувается То есть у видюхи все хорошо А вот у этого парня не очень У него две теплотрубки те самые Ведут всего на один радиатор Вот назад выдувается Справа здесь есть прорезь на корпусе Но здесь нету радиатора И здесь вот кожух вентилятор Он как бы сплошной И сюда воздух не попадает То есть у нас всего две теплотрубки Один радиатор, один вентилятор на процессор Ну и давайте прогреем это в жестких наших стресс-тестах Ах да, андерволтинг Конечно же его здесь сделать нельзя Он заблокирован на уровне биуса И никак вы это делал не андерволтнете И вот мы запустили Ух, 100 градусов сразу поехало Частота пошла вниз Шеф, все пропало Но мы подождем минутки 3-4 Как я уже говорил Чтобы все это дело стабилизировалось Прокрутим время вперед И что же у нас интересно получится Сколько частота А частота получится, друзья мои 2,7 ГГц Да, 80 градусов у нас стабилизировалась температура Выше 80 она особо не идет Но частота 2,7 градуса Серьезно В общем, как вы можете видеть На том же самом графике В начале, вот как я говорил Он пытается Эх, давай-ка поднажмем Там 4 ГГц 100 градусов И система охлаждения Быстро говорит Не-не-не, парень Так мы не поедем Давай-ка до 80 градусов Все снижать И частота у нас рушится Да, я в интернете читал Там люди что-то с биосами Ковыряются Откатывают назад Ставят кастомы Но мы этим заниматься не будем Потому что мы тестируем то Как это все покупатель увидит Вы вряд ли будете с этим возиться Вы просто другой ноутбук купите Включаем турбокнопку Проматываем время вперед С турбокнопкой 80 градусов так и осталось Но частота стал 2.9-2.8 ГГц Та же самая борода Если мы отключим Нагрузку на видеокарту То не думайте Что все взлетит вверх Но у нас 100 МГц где-то больше будет В обоих режимах То есть чуда не случится Здесь именно Процессор недостаточно Хорошо охлаждается Ну вы видели Там даже в играх-то МГц 500 нам не досыпают Теперь померяем шум Это без турбокнопки Бенчмарк идет А теперь мы нажмем На ту самую кнопку И вентилятор у нас Раскрутится сильнее Но нельзя сказать Что он какой-то Сверх естественно шумный Да, игровые все шумные Но этот не самый шумный Питается ноутбук От вот такого Довольно массивного Зарядного устройства На 240 ватт Вставляется он С левой стороны Ну и что я могу сказать В итоге про Dell G717 777-00 Здесь хороший дисплей Здесь неплохая сборка Да, корпус пластиковый Но дисплей здесь Действительно хороший Отличная клавиатура С макроклавишами Это очень удобно Да, к подсветке Есть вопросы Но она есть тоже хорошо К вот этой подсветке Вопросов больше Она баловство И она больше раздражать будет Но выглядит вначале красиво И самое главное Здесь долгое время Автономной работы Для игрового ноута 8 часов Крутить Full HD Blu-ray Фильм Это хорошо А вот система охлаждения Ну вы поняли, да? Стоит модель из обзора Примерно 130-140 тысяч Если вы прям играть То не Если вы дизайном заниматься Видео монтировать Здесь экран хороший Тогда окей С ним в принципе Все окей Он даже не горячий Получается и не шумный Но для игр Он не держит максимальную частоту При максимальных нагрузках А это во многом критично Спасибо за внимание До новых встреч И всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok